Давайте посмотрим начало работы с GNS3. Итак, вначале мы запустим VirtualBox. В принципе, машина должен сам GNS3 запускать, а VirtualBox мы запустили для того, чтобы у GNS3 было с кем общаться. Если бы он у нас в виде демона работал, то, конечно, он бы с ним в виде демона общался. Так нам проще запустить само приложение. Давайте GNS3 запустим. Вот он подключается и запускается. А вот GNS3 у нас запускается. Можно сразу запустить опять виртуальную машину. Тогда он подключится к ней просто сразу, а не будет ждать, когда она запустится. Она запустилась. Так, давайте проверим конфигурацию. Вот оно подключено к виртуальной машине VirtualBox. Как консольное приложение у меня консоль стоит. Две консоли. Значит, давайте я ее запущу к консоли. На самом деле, это не обязательно. Она будет и так запускаться просто, чтобы у меня была в одном определенном месте. Так, вот у меня все устройства. Вот роутер прошлый. Сейчас мы создадим топологию и посмотрим, как с ней работать. Итак, у нас новая топология. Новый проект. Видите, он сохраняется в начале. Значит. Ого. Basic GNS. Как назовем ее. Вот она в каталоге GNS3 у нас и Project. Вот у нас, давайте, давайте сохраним и посмотрим. Вот у нас проект сохранился. У нас GNS3 Project. Вот у нас создается каталог. В каталоге дополнительные какие-то информации. И вот сам проект. Итак, ну что, вначале коммутатор поставим. Где он находится? Он или локально на нашем компьютере будет находиться? Или на виртуальной машине? Ну, естественно, мы для этого виртуальную машину и сделали, чтобы там все находилось. Значит, PC. Ну, давайте сделаем, скажем, два PC. PC. Опять на виртуальной машине находится. PC1. Ну, вторую мы можем вытащить отсюда, а можем Ctrl-C, Ctrl-V дублировать ее. Итак, у нас есть, вот, дубликейт, сдублировали. Значит, для того, чтобы удобнее было все делать, мы что сделаем? Мы будем показывать интерфейсы. Грит и привязывать к решетке будем. Значит, прикрепляем Ethernet 0 к 0, Ethernet 0 на первый Ethernet. И вот теперь покажем еще и какие у нас интерфейсы. Значит, что мы еще так отключили. Ну, PC1, PC2. Ладно. Switch переименуем. Можно, нужно по полной переименовать его по тому, какие у вас без интерфейсов. Я бы опустил пониже. Нет, все равно интерфейс тут привязан. Спрятать их трудно. Значит, у нас это свитч такой, симуляция свитча. У него можно менять количество портов. Можно в LAN на портах менять. Но внутренне он, естественно, никак не настраивается. Ну, и еще он поддерживает QNQ в LAN. Значит, и вот видите, у нас три моды на интерфейсе PCXS, DOT1Q в LAN и QNQ. Вот так вот. Ну, давайте мы настроим PC. Для этого нужно запустить их. Давайте мы запустим все. И все откроем в нашем терминале. Вот они вкладки у нас. PC1, PC2. Значит, давайте мы... Конфигурация не так. IP. Вот это у нас параметр. Задает адрес, gateway и маску. Значит, вот в таком вот виде. Видите? Давайте IP 192.168.1.21. 12.1.11.24 и 192.168.1.1. Это будет gateway. На начале я IP забыл. IP. Для того, чтобы он запомнил, надо сохранить конфигурацию Давайте второй. IP 192.168.1.22.24. 192.168.1.1. Ну и сохраним. Ну и можно пропинговать. 168.1.22. 168.1.2. Тут у нас пинг достаточно интересный. 168.1.2. Он у нас может работать в нескольких модах ICMP, UDP, TCP. 178.1.2. 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 178.2. 178.1.2. 178.2. 179.2. 178.2. neutrality Spisanal. 178.2. 178.2. 188.2. 188.2. 199.2. 219.3. 209.3. 219.1.1. значит я вот все остановил для того чтобы увидеть начало работы и запуск вот видите у нас началась работа и у нас идет арп опрос но вначале идет асим пи 6 это поиск роутера а айпи версии 6 бродкаст вот смотрите у нас видите как отражается отражается у нас мак адрес как private 666800 ну соответственно 0 0 50 79 то есть вот это вот организация которой выдан этот мак адрес это для приватных мак адресов которые ну вот можно использовать в частности в рамках моделирования значит и вот мы видим что у нас пакеты идут как от первого PC так и от второго PC теперь давайте мы пинг посмотрим ах на консоль не открыли консоль у нас закрылся автоматом да вот они как видим сохранился значит пинг 1 пинг чтобы слишком много не было значит 192 168 1 22 сейчас наверное я что-то не так тут у нас достаточно примитивная набор команд counter в конце я так понимаю вот 5 counter это не то пинг так без counter 1 вот так вот вот так вот с пробелом нужно было вот так вот запустился вот у нас мы можем исследовать как пинг проходит вот с 11 на 22 второе значит вот у нас пошел пинг эхо пинг request и обратно вернулся и можем структуру пакетов посмотреть и запросы пинговские эхо пинг зерна 2 у нас структура блока эзерна 2 то есть вот у нас это у нас фрейм то есть это физический уровень дальше у нас идет канальный уровень а дальше у нас идет вкладывание а ну нет фрейм это канальный тоже уровень да вот канальный уровень вкладывается зерна 2 а дальше протокол IP версии 4 а в него вкладывается ICMP версии 4 вот такое вот вложение ну а теперь давайте можем посмотреть пропингуем в виде ODP как у нас выглядит ODP вот у нас пошел специальный протокол эхо вкладывающийся в UDP вот у нас IP сверху в IP UDP порт 7146 destination порт 7 то есть это некий произвольный порт а это фиксированный порт ну и обратно с 7 порта на этот же порт приходит и специальный эхо так а давайте мы TCP эхо сделаем ну в TCP как мы видим если ODP по сути своей это просто надстройка над IP то есть фактически IP плюс номер порта ODP без сессии работает то TCP у нас строит сессию ну и соответственно у нас тут как раз хорошо виден Handshake который делается вот он у нас пошел TCP пошел вот вот у нас протокол EP протокол эхо вкладывается и в TCP но что у нас тут было у нас было эхо послали мы и нам ответили эхо значит тут у нас более сложная ситуация вы можете проследить то есть мы это называется пинг син пинг на основе син ну и атака кстати вы знаете есть по сину то есть мы начинаем как бы пинговать по TCP син порт открываем а дальше ничего не присылаем и вот этот порт занятый висит вот у нас адреса IP и вот пошел у нас TCP флаг син стоит вот у нас опять destination порт 7 это эхо порт вот давайте мы посмотрим services вот он 7 TCP и 7 UDP это протокол эхо вот он у нас то есть тут у нас посылается первый дальше у нас 22 PC2 посылает поднимая флажки син и ак то есть согласны и дальше первый у нас посылает сообщение ак то есть все мы поняли устанавливаем сессию флажки ну и дальше у нас посылается по протоколу по порту эхо пакет значит значит тут у нас отвечает 22 компьютер то есть PC2 что у нас принят этот пакет то есть мы сообщаем то что пакет принят окно закрыто и дальше мы начинаем опять мы посылаем закрытие то есть финализация и скидывание всех данных push 22 нам говорит да хорошо дальше посылает согласие с флагом финализации фин и у нас первый PC опять говорит да я согласен все правильно так и нужно ну вот фактически таким образом у нас и все делается так давайте остановим захват закроем так вот топ капча сделаем так остановили все компьютеры ну и кроме того у нас есть возможность сохранить конфиги но при этом конечно к сожалению не у всех девайсов сохраняются конфиги вот у нас tools import export конфиг то есть тут можно как выгрузить так и загрузить конфиги экспорт окей окей хоть я сохранил ну тут написано что у sv01 невозможно конфиг сохранить то есть так вот и давайте посмотрим вот они конфиги pc ну то есть когда мы будем загружать если вы захотите загрузить конфиги то они будут так ну вот давайте пример у нас поменяем на 12 так и загрузим конфиг импорт столог с так что-то он почему-то не хочет это делать так импорт конфиг нет не тот каталог я выбрал да так импорт конфиг pc2 у нас давайте мы понятно он хочет чтобы они имели расширение к fg ну-ка давайте попробуем vpc оставлю сейчас посмотрим как вот появился open так попытаемся застартовать и открыли ну вот с конфигом сработало то есть он хотел чтобы мы сделали еще для именно вот этих к fg ну ладно вот так вот таким образом у нас простейшая схема мы научились с ней работать и исследовали с помощью варшарка пакеты пинга по протоколу ICMP по протоколу UDP и по протоколу TCP ну вот все теперь мы можем вилле значит и выйдем он должен проект сам сохранить сохранить как мы видим вот у нас закрылась наша виртуальная машина вот смотрим что у нас в проекте вот описание расположения топологии линк линк ну это как это как виде картинок это изображено значит мы видим что это виртуальная машина в общем все описание и проектные файлы вот у нас мы набрали пикап то есть мы его можем открыть потом с помощью варшарка и посмотреть что было давайте вот он открыл этот файл пикап то есть мы его потом можем исследовать ну а имиджев тут не было дополнительных то есть ну вот все как видите вот проект достаточно полная информация в нем находится ну вот собственно вот это вот и есть основа работы в GNS3 в GNS3 в GNS3 GNS3 в GNS3